Едем в Бахчисарай, слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым, Симферополь, 1966 год. В эпоху Великого Переселения. В первых веках нашей эры в Крыму существовали три рабовладельческие государства. Херсонецкая республика на Гераклейском полуострове и Западном побережье, Боспольское царство на Керченском полуострове, в которое входила и Феодосия с ее ближайшими окрестностями, и Скифское государство в Тепях и предгорной части Крыма. В это же время Таврика, горные районы с южным и юго-восточным побережьями, была населена родственными между собой и, видимо, союзными племенами, еще не поднявшимися до классовых отношений. Неустойчивое политическое равновесие между столь различными социальными организмами то и дело нарушалось с вооруженными столкновениями. Конец их вражде наступил в 3-4 веках нашей эры, когда в Крым хлынули готы и гунны, которые разрушили и сожгли многочисленные древние поселения. Остатки последних лучше всего сохранились в предгорьях Крыма. Вблизи Херсонеса и особенно в горах, включая южнобережные склоны, вторжение пришельцев протекало менее кроваво и жестоко, чем в восточных районах и центральной части полуострова. Вероятно, сыграл свою роль римский военный заслон, который охранял подступы к Херсонесу со стороны степи и обеспечивал безопасность торговли между ним и Боспором. Быть может, об охране римлянами побережья свидетельствуют еще малоизученные остатки древних мощеных дорог в горах между римской крепостью Харакс, мыс Айтадор на южном побережье Херсонеса. Кроме того, некоторые позднескифские городища юго-западного предгорья, Алма-Кермен и другие, судя по данным раскопок, использовались легионерами для дуговременных стоянок. Сдерживать натиск кочевников могло и противодействие скифской державе, пока она существовала. Чтобы познакомиться с памятниками крымского предгорья, хранящими следы смутного периода 3-4 столетий, можно посетить некоторые из скифских городищ, доживших до этого времени. Наиболее доступны и лучше других сохранились городища, расположены неподалеку от Симферополя, в верховьях Большого и Малого Салгира и в бассейне реки Альмы. Джалманское городище На 12-м километре от Симферополя по Уштинскому шоссе возле села Пионерское, бывший Джалман, на правом берегу Салгира расположено одно из скифских укрепленных поселений. Путь к нему идет от моста возле троллейбусной остановки Пионерская-1 через село на правом берегу Салгира и по дороге, которая уходит к северо-востоку в узкую глубокую балку, врезавшуюся в высокий лесистый водораздел между Большим и Малым Салгиром. Верховье балки, где лесная дорога круто подымается в гору, нужно свернуть на правое ее озветление, которое проведет к седловине между массивом водоразделом и тем отрезанным от него балкой от рогом по северному склону, которого вы все время шли. Здесь сохранились остатки поднюшкифского поселения, укромно расположившегося под прикрытием высоких холмов. Повсюду черепки разбитой гончарной посуды. Местами прослеживаются каменные фундаменты жилищ. В обнажении грунта виден задернованный зольный слой. Рядом с поселением на холме небольшое, овальное в плане джалманское укрепление. Несмотря на раскопки, внутри укрепления не найдено никаких следов постоянной жизни, а между тем оно было хорошо защищено и валом, и мощной стеной из крупных необработанных камней. Может быть люди прятались здесь в моменты военной опасности, но ведь рядом горы, представлявшие более верную возможность спастись от врага. Надо думать, что эти примитивные укрепления сооружались для чего-то еще, иначе их невыгодно было бы строить. Скорее всего они служили для охраны скота, основного богатства обитателей поселений. Ведь без скота они лишились бы и важного источника пищи, и материала для одежды и обуви, и возможности заниматься земледелием, почти немыслимым, без тягловой силы. В обстановке бури невзгод не только пришельцы-кочевники, но и соплеменники могли заориться на чужое добро. Вечные вооруженные стычки соседей из-за полей водных источников, пастбищ для скота, являлись вероятно прообразом тех мелких феодальных войн, которые наполняли жизнь людей средневековой эпохи. Золотое Ермо. Если выйти по левому ответвлению той же дороги на хребет водоразделов, то через долину Малого Салагира будет виден западный край и ущелье до Голдаргоруковского горного массива, плата которого Яйла с древности служила пастбищем. Прямо перед нами село Дружное, бывшее Жофер Берды, куда от шоссе ведет несколько полевых дорог. Село стоит возле большой дороги, которая вьется по крутому отрогу, поднимаясь на Яйлу. Левее села темнеет глубокое лесистое ущелье, откуда вытекает Малый Салгир. Вокруг ущелья разбросаны курганы и совсем рядом с ними остатки скифского поселения, южнее которого открыт еще не изученный грунтовый могильник. Над современным селом на обрывистом скалистом мысу Золотое Ермо находятся остатки скифского укрепления, в былые времена охранявшего долину с ее пахотными землями, источниками питьевой воды и ближайшими нагорными падбищами. В такого рода крепостях можно видеть прототипы роднесередневековых укреплений, позднее превратившихся в феодальные замки. Альминская группа позднескифских городищ Не менее интересна и другая группа мелких городищ, доживших до той же эпохи в осенней реке Альмы. Усть Альминская над селом Песчаная, бывшая Алма-Тамак на левом берегу реки, где сейчас можно смотреть остатки оборонительного вала и Некрополя, раскопки которого ведутся. Алма-Кермен на западной окраине села Заветное, бывшая Алма-Кермен, также на левом берегу Альмы и другие. Из левобережных альминских памятников первых веков нашей эры особенно интересно городище, близкое по своей структуре к Джалманскому. Это укрепление расположено на холме Карагач, возле партизанского водохранилища. Культурные остатки внутри городища крайне незначительны, но к нему, как и к Джалманскому укреплению, примыкает большое, сильно разбросенное поселение. Бакла Бакла Между реками Альмой и Бодраком, почти на равном расстоянии от села Малиновка, бывшие Кабазы и Скалисты, бывшие Тав-Бодрак, находится Бакла, укрепление, существовавшее в IV-XIII веках. На территории альминского карьера, над селом Скалисты, в километре к западу от Баклы, в 1958-1960 годах был раскопан могильник IV-XIX веков. На самой Бакле ведутся археологические раскопки средневекового укрепления, стоявшего на краю обрывистой скалы, над одной из широких долин Междуречи. Когда-то здесь было большое поселение. Видны остатки усадеб с оградами, террасы, фундаменты домов. Раскопки здесь только начали, но полученные данные уже позволяют прийти к выводу, что укрепление и связанное с ним поселение появилось в конце IV века н.э., а погибло во время татаро-монгольского вторжения в Крым. На территории Баклы, кроме искусственных пещер хозяйственного и оборонительного назначения, имеются остатки давилен для винограда и множество бродильных и зерновых ям, высеченных в скале. В нависающих над поселением с северо-запада выступе скалы вырублена небольшая пещерная церковь. В долине под Баклой на недавно распаханных полях и нетронутых пастбищах также видны фундаменты оград и крепиды средневековых террас. Над верховьем оврага сохранились следы средневековой керамической печи. Баклинский археологический комплекс, поселение, крепость, некрополь дает представление о преемственности хозяйственных, культурных, строительных и прочих традиций позднее античного времени, которые продолжали жить и в ранний средневековый период. Изучение подобных памятников открывает глаза на происхождение аналогичных средневековых поселений и укреплений. Ознакомление же с породившей их исторической ситуацией помогает понять, как складывались некоторые специфические черты крымского средневековья. Проблема крымских готов. В III веке в Европе началось интенсивное передвижение племен, названных историками великим переселением народов. Города и земледельческие поселения Крыма в значительной степени пострадали от нашествия так называемых Готов, германских племен, сильно смешанных с многоэтничным населением Восточной Европы и ко второй половине III века воспринявших культуру и обычаи последнего. Частота происхождения этих пришельцев по прямой линии от древних германцев более чем сомнительна, а сведения о них, дошедшие до нашего времени, разноречивы. Название Готы появилось еще в позднеантичных источниках IV века н.э. Причем авторы называют одни и те же варварские племена то Готами, то Гетами, то Скифами, а позднее в византийских источниках появляется и термин Готфаланы. Историк VI столетия Иордан, рассказывая о Готах, использовал недошедший до нас труд Кассиайдора Государственного Деля при дворе короля Теодориха, правившего в 493-526 гг. Его сведения о Готах крайне путаны и противоречивы. И это понятно. Оба историка не столько придерживались истины, сколько стремились возвеличить своих правителей. В откровенно тенденционном сочинении Иордана наряду с фактами много преувеличений и домыслов. Он, например, отождествляет основываясь только на названии Готов Северного Причерноморья с Готами, видимо, в большей степени германцами, которые действовали на территории Западной Европы. Впрочем, в те времена эта ошибка была достаточно распространенной. Некоторые русские, зарубежные ученые, историки, археологи, искусствоведы безраздельно приписывали Готам, по их мнению, наиболее талантливым среди германских племен с созданием так называемой Готской культуры, Готского стиля в искусстве. Готы якобы дали толчок всему культурному развитию средневековой Европы. Поскольку действительно многие памятники материальной культуры эпохи переселения народов в основном изделия художественного ремесла в самых различных местах Востока и Запада Европы носят отпечаток одного и того же своеобразного стиля, все они объявлены Готскими. На подобной основе построена вся величавая, но нереальная картина мирового владичества Готов-германцев. Неоспоримые факты начато сметают подобные умозаключения. Известно, что Готы-германцы еще во II веке начали постепенно переселяться от берегов Балтийского моря к югу, а в III столетии какое-то их число достигло с Северного Причерноморья и проникло в Крым. Однако в столь долгом продвижении к югу неизбежна была их этническая и особенно культурная ассимиляция, быть может быть менее воинственными, но зато более многочисленными аборигенами. Ираноязычные племена, скифы, сарматы, аланы, начавшие к тому времени сливаться, обладали неизмеримо более высокой культурой, развившейся под сильным и длительным влиянием античной цивилизации. Вероятно, этим объясняется, что несмотря на многочисленные изыскания отечественных и зарубежных ученых, ни в археологических памятниках, ни в антропологическом материале Северного Причинноморья пока не удалось найти хотя бы малейших вещественных следов готов германцев. Это вызывает и противоречия между археологическими и некоторыми письменными данными. В то время как по византийским источникам и генуэзским документам юго-западные районы Крыма населены на миновании Готия, готской епархии, в поздние античных городищах и могильниках Крыма археологи находят только следы сильной сарматизации и алланизации местного тавра скифского населения в первых веках нашей эры. Всестороннее исследование этого сложного вопроса является одной из актуальных задач науки. В большинстве могильников того времени в Крыму встречаются и сарматская лепная посуда, и бронзовые зеркала с подвесками, и другие типично сарматские вещи. Погребения совершались тоже по-сарматски, со скрещенными ногами в деревянных колодах. О проникновении алланов в скифию уже во II веке н.э. свидетельствуют археологические находки, например, погребения алландского военачальника и его коней в Неаполе скифском, открытые в 1956 году. Обнаружен характерный набор украшений конской бруи, обтянутые листовым желудом бронзовые бляхи, отседлая чепрака, посеребренный и позолоченный железный налобник с изображением конских голов. Кроме того, в погребении найдены крупные холсодоновые буши и золотая серьга с подвеской в виде палицы геракла, инкрустированная цветным стеклом. В III-IV веках на Крымский полуостров нахлынули алланды. В погребениях этого времени на Керченском полуострове и в степном крыву обнаружены многочисленные сармата-алландские вещи, в том числе и изделия так называемого полихромного звериного стиля, который долго приписывали готам. Золотые и серебряные застежки, детали поясов и конской бруи, варварски пышно украшенные драгоценными камнями и цветным стеклом, разнообразные и сложно орнаментированные зверинами и птичьими головами, лапами и т.п. Большинство подобных псевдогодских вещей связано с богатыми погребениями сармата-алландских вождей. Племена, известные под этим собернательным именем, проникли в Крым с Северного Кавказа, где со II века широко известны памятники их культуры. Одним из центров производства таких вещей незадолго до появления здесь готов становится и античный Боспор. Полихромный стиль широко распространился в Прочерноморье. Волна кочевников подхватила и понесла его в страны Западной Европы. Так называемые готы на юге-восточной Европы представляли собой конгломерат этнически различных племен, в котором лишь поначалу главенствовали готы. Те племена, которые расселились к востоку от Днепра, объединились в Большой Союз, известный под названием «Остроготов» или «Ольтготов», в отличие от готов западных, союз которых получил название «Визиготов» или «Весготов». Медленно продвигаясь на юго-восток, постепенно смешиваясь с аборигенами, ольтготы проникли в Нижнее Приднепровье и Крым, дошли до северных берегов Азовского моря, быть может, частично захватив и земли Северного Кавказа. Среди них преобладали племена, занимавшиеся земледелием, но известны и кочевники-скотоводы степных районов. Стихийное наступление ваннеров на Римскую империю в III веке втянуло в борьбу племена Северного Причерноморья. Военные действия, охватившие Восточный Крым, вызвали упадок заморской торговли Боспора. В 332 году была прекращена чеканка боспорских монет. В конце III века от натиска готских племен, буранов и герулов погибли города Боспора, в том числе Илурат, Мирмекей, Киммерик. О разложении родовых отношений и социальном неравенстве года в IV веке косвенно свидетельствуют довольно быстрое проникновение в их среду христианства, которое было воспринято прежде всего социальной верхушкой. Наибольшего могущества он в году достигли к середине IV века. Однако противоречия внутри Союза, борьба за главенство и власть между знатью отдельных племен вскоре ослабили его. В 375 году, при первом же серьезном натиске новых пришельцев-гоннов, он распался, а племена его были поглощены их мощным потоком. Нашествие гоннов. Гонны – кочевой народ Центральной Азии, по китайским источникам хонну, еще в III-II веке до н.э. объединились на территории Монголии и Южного Прибаликалия. В III веке н.э. гонны проникли в Приволжские и Донецкие степи. Часть живших там алланов была покорена гоннами и вовлечена в их борьбу с готами. Радний средневековый историк Аммиан Марцелин сообщает, что гонны двигались на запад и боролись с готами в одном строю с алланами. Разбив готов в IV веке, гонны заполнили степи и предгорья Крымского полуострова и подчинили себе часть алландских племен. Письменные источники и археологические материалы IV веков говорят, что в среде гоннов происходила имущественная дифференциация, выделялась знать. Основой хозяйства гоннов являлось кочевое скотоводство и отчасти земледелие. Известную роль играла охота. Около 450 года гонны во главе со своим предводителем Атилой вторглись в пределы восточно-римских владений и в Центральную Европу. В 451-452 годах совершили опустошительные набеги на Галлию и Италию. В 453 году после смерти Атилы их племенной союз распался. Большинство входивших в него племен вернулись в Черноморские степи. В Крыму гонны окончательно разорили степные и предгорные поселения и опустошили плодородные речные долины. Местное население ушло в труднодоступные для кочевников гористые районы юго-западного Крыла, верховья рек, где и возникли новые поселения, убежище и городище. Гонны нанесли пошатнувшемуся Боспорскому царству в 70-х годах IV века последний смертельный удар. К концу IV века, начало V века, Пантикопей, некогда богадейшая столица Боспорского царства, превратился в небольшой городок Боспор, который жил уже не столько торговлей и ремеслом, сколько сельским хозяйством. Не менее серьезно, чем Боспор, пострадало государство поздних скифов. Не зря, по археологическим данным, в III веке в Неаполе-Скифском, Алма-Кермении, Усть-Альминском, Красном и других городищах и поселениях предгорного Крыма бушевали пожары. К этому времени этнический состав населения Крыма очень усложнился, в чем убеждают и антропологические данные. Степи и предгорья занимают скифы и сарваты, горы юго-восточной побережья – тавры. В приморских городах жили главным образом греки, но имелись там и прослойка скифского, сарматского, аланского населения. Гуннское нашествие прервало связи крымского полуострова с племенами юго-восточной Европы. Степи Северного Причерноморья и Приазовья заняли экономически отсталые кочевые орды. Скифы, сарматы, аланы были оттечнены в горы, где постепенно слились с потомками тавров. Это смешанное поселение и являлось в период раннего Средневековья основным горным Крымом. Такова была в общих чертах экономическая и политическая обстановка, в которой находился Крым на рубеже античности и Средневековья. Как же сложилась дальнейшая судьба населения разгромленного Босфорского царства и государства поздних скифов? Исследования археологических памятников того времени дают ответ на этот вопрос. На заре Средневековья До бурных событий 3-4 веков местное население жило мирным трудом. Выращала хлеб, виноград, разводила шкот, занималась ремеслами и торговлей. Об этом говорят находки. Обугленные зерна ячменя, пшеницы и ржи, кости домашних животных, остатки тарапанов, виноградных давилин, древние корневища, виноградных лоз и т.д. В могильниках этого времени среди погребального инвентаря почти нет оружия. В более поздних могильниках Озерновском 2, Баклинском уже встречаются мечи, кинжалы, ножи, копья, стрелы. Много оружия обнаружено в Инкерманском могильнике. Очевидно, он относился к поселению 3-4 веков н.э., в котором существовала хорошо вооруженная военная дружина. Кроме того, в некрополях поселений и городичной ряду с простыми грунтовыми могилами уже встречается иной тип погребальных сооружений. Фамильные склепы, видимо принадлежавшие знати. Их разнообразный инвентарь высокого качества. Это дает основания предполагать, что в это время усилилась имущественная дифференциация населения. По археологической карте можно заметить, что шкифские поселения в течение 600 лет с 3-го века до н.э. до 3-го века н.э. располагались главным образом в нижнем и среднем течении Салгира, Альмы, Качи и Бельбека. Здесь на высоких холмах были и городища, укрепленные каменными стенами, и убежища, принадлежавшие сельским поселениям. В центре Крыма, на юго-восточной окраине современного Симферополя, находилась столица скифского государства Неаполь-Скифский. Все эти населенные пункты во время нашествия кочевников пришли в запущение, тогда как на отругах главной гряди крымских гор и верховьях рек, именно в конце 3-го века и в 1-й половине 4-го века появились мелкие поселения. Несколько позже, в 4-м, 5-м веках, в верховьях рек юго-западного Крыма и на южном берегу возникают новые поселения. В некоторых из сопутствующих им могильников у высоты Сахарная Головка, Озен, Баши, Вескики, Армении и других прослеживаются прочные культурные традиции, оставленные скифосарматами-аланами. Но в то же время возникают и новые черты, свидетельствующие о сильном культурном влиянии Византии. В большинстве погребений найдены вещи, весьма близкие подобным вещам ранне-средневекового некрополя Херсонеса, который уцелел после варварских нашествий. Его же пошло не только выгодное географическое положение, мощные стены и башни, но и то, что он имел большое экономическое значение как для Рима и Византийской империи, так и для самих кочевников. Итак, с V века оседлая жизнь на Крымском полуострове в основном концентрируется в труднодоступных верховьях речных долин и в какой-то мере на узкой полосе южного и юго-восточного побережья, а также на востоке Керченского полуострова. Продолжение следует...